приветствую вас друзья на связи никто иной как роман душкин и я приветствую вас на канале душкин объяснить поскольку сегодня пятницу нас функциональное программирование продолжаем изучать тайны функционального программирования подходы к программированию и я настраиваю вас именно правильные метода программирования чего бы то ни было даже те языки программирования которые вы используете сейчас даже на них вы можете начать программировать правильно и сегодня нас очень важная для языка хаспел тема эту карирование и декорирование воде и декорирование воде для а именно декорирование. Пока я настраиваю то, что я буду писать, вы, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, потому что в российском сообществе программистом я без ложной скромности и без обвиняков являюсь тем, кто про язык Haskell написал первую книгу, но это так, как у большого функционального программирования языка Haskell, и пропагандирует язык постоянно, всегда и везде. Собственно, уже поколение программистов выросло на моих материалах, которые книжки про язык Haskell и статьи в журнале «Практика функционального программирования». Так, ну а мы давайте перейдем к теме. Итак, у нас был Haskell Kari. Haskell Kari – это такой ученый, английский, по-моему, ученый, в честь которого назвали язык Haskell, и в честь которого назвали процесс карьирования. Давайте посмотрим, что такое карьирование. Мы уже изучили функциональный тип, вспоминайте, что это такое. Функции в языке Haskell являются first-class citizens, то есть сущностями высшего порядка, которые можно передавать в качестве объектов другим функциям. Не из значений, которые они вычисляют, а именно сами функции можно передавать в качестве параметра. И именно поэтому у функции есть типы. Функциональным типом называется тип такого вида. Из А следует В. Это значит, что функция имеет тип из А в В. Есть множество объектов А, есть множество объектов В. И вот все вот эти стрелки, это и есть наша функция. Это все множество стрелок. Вот, собственно, вот это вот. Вот эта стрелка, наличие стрелки в типе делает тип функциональный. То есть если в каком-либо типе есть стрелка, этот тип функциональный. То есть это тип функций. Что же такое корирование? Я вам уже говорил в прошлый раз в видео, в котором я рассказываю про first-class citizens, я говорил про то, что в языке Haskell в общем-то все функции рассматриваются как функции одного переменного. Что это значит? Это значит, что если у нас есть вот такой тип А1 в А2 и так далее, в А, Н, В, вот этот тип рассматривается как А1 в А2. И вот это вот можно рассматривать как отдельный тип С. И тогда у нас функция имеет тип А1 в С. А вот этот С – это просто такой функциональный тип. И получается, что каждая функция, у которой более чем один параметр входной, является функцией одного параметра, результатом работы которой является другая функция. Поскольку тип С является функциональным. Тут есть стрелка. Вот именно это и лежит в основе процесса, который называется корирование. Давайте посмотрим, что такое корирование на примере операции Плюс. У нас есть операция Плюс, у которой тип Integer, Vinteger. Нет, Integer, Vinteger, Vinteger. Что делает операция Плюс? Операция Плюс просто складывает числа. Если у нас есть одно число А, А плюс Б, это просто сумма. Допустим, у нас есть какая-то ассемблерная операция, которая называется сумма. Вот это я сейчас написал, как вызов некого ассемблерного кода, чисто машинные коды на конкретной аппаратной платформе. То есть в языке Haskell это не Haskell. Это я просто вам показываю суть определения операции Плюс. В языке Haskell все вот эти операции также являются функциями. И если вы посмотрите вот на это, на дефиницию типа, то вы поймете, что Плюс это функция от двух параметров, каждый из которых является целым числом, в результате которого, а результат исполнения функции тоже целое число. И таким образом операция Плюс принимает значение два параметра А, Б. И что-то там выполняет, да? Вот здесь вот у нас обязательно пробелы должны. Допустим, Плюс 1, 3 приведет к значению 4. Плюс 2, 7 приведет к значению 9. И так далее. Но мы не привыкли так работать, да? Мы привыкли, что у нас есть некая функция sum, которая имеет тип integer, 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 integer. Винтеджер. И допустим, функция sum, мы ее можем определить в Haskell. Работает так. Так. То есть функция sum принимает одно значение в виде пары. Вот в других языках программирования это у нас два разных параметра. Два параметра, да? А в Haskell вот это вот называется кортеж. или по-английски double. И это тип. То есть это тип, который пара. И, соответственно, вот это вот один параметр. Таким образом, функция sum принимает один параметр и возвращает тоже один параметр. У первого, у ее единственного параметра тип пара, состоящий из двух целых чисел, а возвращает он на целое число. И вот это вот декорированная функция. То есть в обычных языках программирования, которые мы все знаем, там C, C++, Python тот же, Python, все функции декорированы, потому что они принимают один параметр, один параметр, который является кортежом с математической точки зрения. Возможно, бесконечным кортежом. Некоторые функции принимают неограниченное число параметров, сколько там можно давать, но это тоже кортеж. То есть все функции принимают один параметр. Кортеж или один параметр. В языке Haskell, вспоминайте вот это, функции имеют функциональный тип. В общем случае вот такой, где C тоже может быть функциональным типом в свою очередь. И тогда функция принимает один параметр и возвращает функцию. В других, эзотерических, как я их называю в языках программирования, все функции всегда принимают один параметр, и это кортеж. Кортеж различных видов. Как вот здесь вот, состоящий из двух целых чисел, или там может быть любые вообще типы внутри кортежа. Но сам кортеж это один тип. И, соответственно, все функции имеют тип вот такой вот из А в С, где А это самый кортеж, а С это какое-то значение. Но язык Haskell не такой. И теперь возвращаемся снова вот к этому примеру, когда мы сказали, что операция плюс просто принимает два значения, значения, а переводя на язык, переводя в термин языка Haskell, тип функции, тип операции плюс это вот такой тип. Ой, извините. То есть это функциональный тип. Операция плюс принимает один параметр типа интеджера, допустим, 5, и возвращает функцию, которая принимает один параметр, возвращает целое число. То есть плюс 5 это функция, принимающая одно целое число и возвращающая это целое число плюс 5. По-моему, офигенная концепция. Я вам только что рассказал, вы должны ее сейчас осмыслить. То есть давайте, смотрите, мы можем написать функцию inc, инкремент, которая равна вот такой штуке. В языке Haskell вот это является абсолютно четким определением функции. Если вы напишите это, вы увидите, как это будет работать. Давайте я вам сейчас покажу. Так, смотрите, сейчас я выйду. Сейчас я быстренько создам. Пока вы меня видите, я создаю файл на языке Haskell. Так, сейчас я вам покажу демонстрацию экрана. Так, вот файл inc.hs, запускается интерпредатор языка. Записываем модуль inc.hs и записываем inc.hs равно плюс 1. Ну что ж так? 1. Вот так вот. То есть операция плюс в Haskell имеет такое значение плюс. Если мы ее записываем в скобочках, то это значит, что мы ее используем в префиксном виде. В префиксном виде. А поскольку мы ей дали всего лишь одно значение, мы используем ее в карьированном виде. То есть когда функция принимает только один параметр. И функция inc, то есть инкремент, это прибавление единицы. Смотрите, как читается определение функции на языке Haskell. Функция inc, это прибавление единицы. По-моему, прикольно. Давайте мы это сохраним. Закроем. Так, нельзя. Извиняюсь, что-то пошло не так. Я, наверное, where с помощью блокнота. Да, я where with some. Бывает. Так, итак, давайте посмотрим, какой тип имеет функция inc. Видите, inc имеет тип из интеджера в интеджер. А теперь посмотрим, какой тип имеет оператор плюс. Оператор плюс имеет тип из num. Ну, короче. Да. Так. Не берите сейчас эту голову. Про типовые переменные вы уже помните. Вы уже знаете. И класс num.a – это класс тех величин, которые можно складывать. Ну, вычитать и умножать. Складывайте, вычитайте и умножайте. Так вот. Интеджер является экземпляром класса num. Ну, и поэтому у типа inc, тип из интеджера в интеджер, поскольку я использовал константу 1, не определив ее тит. В общем, не берите в голову, это слишком сложно сейчас. Не зачем вам это знать. Итак, что же мы сделаем, если вызовем функцию inc5? Подумайте. Ну, естественно, 6, потому что мы к 5 прибавили 6. Что произошло? Вот когда мы пишем inc5, мы делаем то же самое. Какого нет в языке? Ну, короче. Мы делаем вот такую вещь. Вместо inc подставляется вот такая штука, а потом дается вот эта. И это преобразуется в 1 плюс 5. Вот так вот это делается. И поэтому inc плюс 5 получается 6. Inc плюс 5 это то же самое 1 плюс 5. Inc 10. Будет 11. Да? И так далее. Собственно, вот. Вот так это работает. Напишите функцию dec, которая отнимает единицу. Если вы напишите вот так вот, то у вас ничего не получится. У вас получится функция, которую ваше число вычитает из единицы. И получается совсем не то. Попробуйте написать функцию dec, которая вычитает единицу. Это не так просто. Итак, что же такое корированная функция? Корированная функция – это функция, которая принимает один аргумент и возвращает функцию. Если функция у нас принимает более чем один аргумент, ее можно записать в виде корированной функции, либо в виде декорированной функции. И в любом случае она принимает один аргумент. В случае корированного вида она принимает аргумент, один первый аргумент, и возвращает функцию, которая принимает все остальные аргументы. Если мы декорированный вид функции берем, то первым аргументом является кортеж, в который мы упаковываем все входные параметры этой функции. И это очень мощная концепция. Все функции в языке Haskell корированы. И это очень важно. Декорированные функции в Haskell не пишут, хотя это можно. И в языке Haskell даже есть в стандартном модуле функции карри и анкарри, которые создают корированные и декорированные варианты функций. Иногда это нужно, но обычно ими они пользуются. Итак, запомните, что в языке Haskell все функции являются корированы. Это значит, что мы их можем применять частично, как я сегодня вам показал. Но что такое частичное применение, я вам еще раз расскажу в отдельной видеошпаргации. Ну что ж, если что-то осталось непонятно, пишите в комментариях, постараюсь ответить. Ну а на этом все. С вами был Роман Душкин. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова